Вот утро раннее. Приехала Надежда Васильевна. Ни свет ни заря Татьяна. Абораты у нас закрыты и как бы знать. Убежал Никита развязывать. А ну-ка иди сюда, Вася, поснимай. На, держи вот так вот вплотную, чтобы на весь экран был. Я буду увеличивать. Держи. Вон где они. Вот, где она идет. Я сейчас выгоду ее сюда. Вот они идут. Это сейчас темно еще, но еще они идут. Как раз, чтобы только помещалась в экран. Приближать не надо, она туманным делает. Именно лучше всего аппарат подносить. Так, сейчас дальше продолжаю снимать. Вот она заходит. Все, она ушла. Теперь поворачивайся на выход. Никита должен прийти. Вон он пришел. На него так перейти, перевели. Ну еще. Прошла. А что она приехала так рада? Надежда Васильевна. Вызвала. Да. Она еще не может сделать. Сколько наказывал, не делай этого, никого не вызывай. Через день. Она когда-то что-то начнет свое, у нее духовная болезнь, не телесная. Ее врачи обследовать, ничего у нее нет. Зачем ты зовешь их? Все болеют. А это рада стараться. Люди там же благодетельные такие. Никогда не надо, ну крайне бывает такая уже невозможная. Переломил руку-ногу, подозрение на перелом. А это ничего не даст. Это мы надоедаем людям. И люди только думают, скорее бы от нас избавиться. Поэтому надо жить неприметно. А этот мне сейчас пишет, вот сегодня, написал Медведеву, который там, за меня-то где-то, он, я не знаю, что с ним делать. И другим там. И самое главное, пишет Карлину, написал. Сейчас написал в Единую Россию. Это и за меня. Но не пишет, что мой адрес не дает. Мое телефона ни разу не дал нигде. И ни разу не говорит, в чем суть дела-то. Про лагерь вообще нигде не говорит. Ну явно дело, что, а что тогда? Мы получили письмо. Дальше это он написывает где-то. Это, я не знаю, что делать-то. Начал просить книги бесплатно, то другое. Там священнику 87 лет. Ну почему не 187? И священник не знает. Ему 87 лет он так-то не читал никогда. А теперь что он будет читать-то? И так понятно. Ну то есть не вызывает никакого это доверия. Ну вот так мошенство делает она. Да у меня было такое уже не раз. Священник выходит Еврем. Показывает украинское какое-то село. Где-то у него три или четыре прихода. И иконы все-все-все в полотенцах завешаны. Весь храм на одних полотенцах. Зачем? И вот дальше. А вы не могли бы мне книги дать? Бесплатно. И прислать за свой счет. А в Украину посылать? Что в Америку здесь? Я не знаю, почему там пошлина такая большая. У него три прихода. Сытый стоит, справный. Оп, бесплатно я ему должен дать на свои деньги прислать. А у меня минимальная пенсия. Я далеко за гранью бедности. Ну 6523 рубля 15 копеек на сегодняшний день. Там еще не прибавляют. Говорят, надо ходить, где-то что-то просить. Социальное дело. Один раз я сходил и даже кабинет не нашел. Ушел и оборони меня, Бог. Боюсь. И он сразу как на меня поднялся, вот этот. И прям-то. И как начал меня полоскать. Вот тебе на. Так ты сразу, знаешь, как, когда ты просишь, что два варианта. Дадут или не дадут. Вопрос состоит. А иначе зачем просить-то? Бандит дорогой не просит. Ты так тебе надо, книги? Ты сразу вот так вот за грудь и сразу колено между ног его и все. И по башке, чтобы сразу он падал. Ты и по карманам его. Зачем просить-то? Когда ты просишь, ты просите. У тебя, как Златоуст говорит, интонация другая, положение тела, глаза опущенные, долу, все. А здесь, знаешь, не так не дал, так дверь ухлопнет, даже косяки готовы вывалить. Мне, если что-то нужно, как батюшка говорит, пришел у директора. А директор матерится. Мануэлов Анатолий Сергеевич Корщино, село, директором был. Ну, партийный, что с него спрашивать, коммунист. Ну, нет ничего, потеряю вкуначале, когда строят где-то. А у него ничего нет, действительно нет. Но он мог бы там дать на один день экскаватор или бульдозер, нам хотя бы сдвинуть. С нуля деревню-то строится. Ямы рядом заваляют. Бугорк маленько сдвинул, и завалили, и все, никак. А он матерится. А батюшка сидит. И когда все разошлись, он все еще. Ты, пап, все еще здесь? Батюшка говорит, мне задача бульдозер, как бы, на день. Мы оплатим, все, и там, или, я не знаю, зачем, я к примеру говорю. Главное то, что я пришел выпросить. У меня все остальные намерения, задачи намного ниже. Главное выпросить. Вот так и перед Богом. Бог не дает, Бог меня наказывает. А я пришел просить. И сколько просить? Ну, сколько времени будет, и у Исаака никак жена не родит. Ну, год-два молится, 19 лет. Ну, уж любой бы сказал ее, послал бы куда надо, как у мусульман там, или у евреев. Если она 7 лет не рожает мальчиков, то имеет право развестись. Я слышал. Подробно не знаю, но мне сказали так. Ну, и так понятно, воины нужны. Она говорит 7 сыновей Аллаху. Она не говорит христиан каких-то. Она 7 террористов может родить Аллаху. 7 игиловцев там. Договоров таких никаких нету. А он просит для Бога. И на 1920 год жена забеременела, родила. Да еще родила-то как два племени. Исаф, Иаков. Вот чудо Божье. Так и савряне они стали называться. Измаил, измаильтяне. Измаил это еще Авраам. А тот совсем отошел. А от этого племени еще откалывается. Почему эта история запрограммированная? Я насчитаю так. Все сценарии на небе уже написаны. И на землю падают. И вот на земле. Вот это далеко. 1200 лет. Вот она тень идет. Видишь где? Вот ближе, ближе, ближе. Все ярче. Смотри, как контуры пальца совсем. И вот наконец еще ближе. Все совпало. Вот это означает приблизительность пророчества. Я с чего начал-то говорить, что приехал. Типа тень будущих благ как бы, да, падает? Да, вот она есть. А ничего нельзя сделать. А можем мы сейчас сделать Америку как-то потопить, там, взорвать атомные бомбы, чтобы волна была. Можете сколько угодно думать. И ничего этого не будет. А можно сделать, чтобы Россию сейчас со всех сторон, НАТО окружили, тут ракетам 5 минут лететь и спалить ее наконец-то. И тогда будет царство вам. Ну, 9-90% говорит в ГУЛАГ, а 10% в 10, как Ленин говорил, все-таки доведем до коммунизма. Думать можете, а не будет этого. А весь мир сгорит, не сгорит. Только третья счастья. Это уже запрограммировано. Антихрист придет, тысячелетний, четвертый рейх устроит. Не будет этого. Не будет. Будет только 3,5 года. Никакого тысячелетнего. Гитлер все делал на тысячелетие. А всего получилось заколдованная цифра 13. Явление Фатинской везде на 13-й день, месяц. Она назначала, кто это являлась, какая-то чудище-то это. Являлась детям, детям там пудрила мозги. И все на 13-е число. Почему не ответят? Почему на 13-е везде? Почему Гитлер только 13 лет был? Неполных даже. Тысячелетний рейх. Третий рейх. А почему третий? Ну, первый, это там в далекой внедренности. Второй бисмарк. Более 300 мелких княжеств объединил. И что? Тоже кончилось. И этот, и этот кончился. Тысячелетнее царство Христом сказано, не Христом, в Откровении только. Один раз, 20 глава Откровения Иоанна Богослова. Это означает время евангельской проповеди. Начинается на Голгофе и заканчивается за 3,5 года до кончины мира. До последнего поворота Земли. До последнего вздоха на Земле. Вот о чем. И поэтому вот она вызывает болезнь. А как? Болезнь надо принимать как лекарство. Вот все делают. Поймай скорее. Все готово уже. Поймаешь. За хвост не буду тянуть же ее. Ушла. Зачем она туда лазит? Там мыши или еще есть? Мыши сегодня вот тут всю ночь. Готово уже, готово все. Ну, сейчас мы будем молиться. Видишь, он Володя наготовил людей. А почему тут три только порции-то? Ты слопал одну? Вот еще, вот и одна. Вот, вот, вот. А, вот она. Где у тебя четвертая порция-то? Я одну съел, все. Ты съел. Видите, утром как. Вот тыкву, рыбу. Вот сегодня последний день рыбы среди недели. Никола чудотворец 19 декабря. А вот нам, видите, даже не просто так мы живем. А нам рыбу еще готовят сестры. Вот как. Не просим ничего, нет. Вот это Надежда Васильевна. Утром морковка. Видишь, что тут? Это чеснок, лук, тыква. Это что у тебя? Да с чем у тебя суп-то, Володя? С рисом. Картошка и рис. Картошка и рис. Видите, и рыба вот еще какая. А эта рыба еще и жареная. Это не жареная, вот это вот тебе дал я. Это твой, твой. Это вот мое. Видите, как все распределено. И тут рыба еще вчерашняя. Это ты купил. Смотри, раз рыба, два, три. Три сорта рыбы. У нас хоть пост, но разрешается по уставу. И поэтому утром рано мы встаем. Сегодня записали три ролика. Подеяние апостолов насчитываем столкованием. И события дня. Видите, как. Уже Петра насчитываем. А? Уже Петра апостола насчитываем. Начитываем сейчас апостола Петра. Ну да. Ну да. Видите, Володя, куда лепится. Мы... Маленький столик. Вот только руки раскинул, даже меньше. Ну метр... Метр шестьдесят, может быть, стол. Все, это кухня наша. Дальше повернуть все некуда. И весело, и здорово. И никому не завидуем. Никаким там Абрамовичам и прочим. Так, молимся за стол. Посмотри. За молитвы святых отец нашей. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Ощи всех на Тя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь, и Ты щедру руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава от Своей Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы причистите Матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Боже, милостью, будь мне грешен. Создав у меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня, грешен, и помилуй. Освяти дары, посылаемые Тобой, Господи, словом истины и молитвы. Аминь. Во славу Божьей. Садитесь. Сразу просворки все. Вот просворка у нас тут есть. Отдельно. И просворка каждый берет. И святая вода. Мы со святой водой проехали всю Европу от Тихого до Атлантического океана. Нас умоляли там некоторые, что только не пейте сырую воду. Вода у нас очень нехорошая. В одном месте были, она как, знаете, густое кофе. Прямо такое вот. Даже страшно было. И мы пили сырую воду. Сырую воду. Четыре года ездили на миссионерская поездка была. И ни один не заболел. Почему? Святая вода. Я вот утром на ладонь. Дальше что? У меня глаз сморит. Я его промываю. Никакой лекарства нету. Только глаз. Моргаю. И разокрестным знаменем вот так вот порвожу. Вторую. Буши. О! Если есть, еще на кошек брызну. Все. Подойду. Технику свою. Вот с чего мы начали это выключить. На улице непогода. Видишь, какая идет. Так, подожди-ка, я сейчас узнаю, что тут есть. Ага, вон она, машина стоит. Вот она пришла. Значит, теперь там находится. Открыли. А это вот все идет, где видишь. Все на этом. Она пошла куда-то. Рыжи. Все на этом. Давай за стол. Рыжи. С автомобиля.